Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Актуальная тема». Я Александр Иванчиков и сегодня у нас в гостях Александр Балданов, председатель Федерации Лапты Бурятии, человек, который двигает этот вид спорта у нас в республике. Добрый день, Александр! Здравствуйте! Вот. И в один момент мы с волонтерами собрались, чтобы убрать город от мусора, и волонтеры, и я, и другие ребята решили тоже поиграть в Лапту, вот, на верхней березовке после уборки мусора. И поиграв в Лапту, все сделали фото, видео, ну, на общем фоне, селфи сделали и выложили каждый своего аккаунта. Спустя два дня начали писать в личку сообщение, что как здорово поиграли в Лапту, давайте еще раз поиграем, наши друзья хотят поиграть. Вот, не вопрос, конечно, давайте поиграем на следующей неделе. И собралось в два раза больше людей, и те тоже выложили свои фото, видео, как они провели время на свиноверте березовке. Вот. И так неделя через неделю, неделя через неделю, и играли, играли, играли. И в итоге решили создать группу ВКонтакте, общегородская Лапта 03. И в итоге народ стал активно писать, что давайте собираться каждую неделю по воскресеньям, один раз в неделю, и играть в Лапту. Это уже длится, наверное, с 2013 года. Ну, в целом, это уже больше, скажем так, новейшая история, да, с чего началось и движение началось, и чуть позже, которое в Федерацию перешло. Вообще, вы когда последний раз играли в Лапту, вот до того случая? Или как-то это постоянно делаете? Ну, вообще, о Лапте говорить можно с детства, потому что моя любимая игра, это была помимо футбола, это Лапта была. Потому что, скажем так, когда в футбол мы играли, да, в детстве играли в основном мальчики, да. А девочки не играли и всегда, скажем так, просились вместе поиграть. Вот. И чаще всего играли в Лапту, потому что народу было много, и она более такая эмоциональная игра, где могут играть и парни, и девушки. Вот. Последний раз я играл в Лапту до того момента, это, конечно же, было далеким прошлым, это в школьные годы, когда я еще жил в деревне. Вот. И хотелось просто вспомнить, поиграть, и в итоге это не только я вспомнил, и вспомнили те ребята, которые тоже в детстве играли и начали, скажем так, в взрослой, сознательной жизни играть в Лапту. Ну, то есть в деревне, вот у меня как было, да, в моем детстве это штакетин от забора, какой-то случайный мяч, и мы начинали играть в Лапту. У вас примерно так же было или нет? Да, да, примерно было так же, но иногда доходило до того, что у каждого была чуть ли не своя именная бита. То есть там, у кого-то шире, у кого-то тоньше, ну, там, длиннее и так далее. Когда вы уже начали играть на любительском уровне, но на постоянном, на постоянной основе, люди стали узнавать об этом, приходить, где правила, по каким правилам вы сейчас играете? Потому что, ну, одно дело, это дворовые правила, там фактически правил нет, да, там есть дом, есть поле, есть мяч, есть бита, и, в принципе, все, играйте. И я знаю, что сейчас существуют правила, официальные правила Лапты, то есть по каким правилам вы играете, как это все трансформировалось, как вы к этому приходили? Ну, если говорить про любительскую Лапту, и сколько народу, и как люди о нас узнавали, мы, нам чем, скажем так, порадовало, то, что мы дарили стиральные порошки от компании Баррис лучшему игроку. Потому что он всегда падал, марался, коленки всегда грязные, там, он всегда, там, свечку ловил, бегал чаще всех, и мы дарили ему 2,5 килограмма стирального порошка. Вот, и людям это нравилось, то, что необычный подарок, там, вот тебе порошок, все, играешь еще лучше. Постепенно возникали вопросы, по каким правилам играем, люди начали задавать, и чтобы вопросов не было, мы в этот же год решили собрать всех ребят, кто, ну, хочет играть Лапту. Это были ребята с Кижугинского района, с Тунки, с Курумкана, с Агинска, еще там, с других районов, вот, и мы спросили у всех, кто, как играл в детстве Лапту, вот, и у всех были правила разные. Вот, у каждого спросили, все играли по-своему Лапту, у себя в деревне, на районе, но мы заметили, что 80% правил, все одинаковые, лишь нюансы, тонкости, 20%, которых они различаются между собой, вот, и решено было договориться, поиграть по-вашему, по-вашему. По-вашему, по-вашему, по-вашему. И выбрали усредненные правила, которые всем подошли. И по этим правилам мы до сих пор играем. А если говорить с точки зрения официальных правил, да, там, которые написаны на бумажке, методички розданы, то они, конечно же, отличаются, да, там нету свечки, там нету матки, там немножко другие правила, и мы хотели поиграть, конечно, по западным правилам, но ребята и народ, скажем так, ну, не оценил, сказали, давайте поиграем, как мы в детстве играли. Они сложнее получились или они не такие динамичные? В чем причина? Они другие. Возможно, они динамичные, возможно, они не такие уж и сложные, просто они непривычны, скажем так, нам, ребятам, которые играли все детство, скажем так, по другим правилам. А федерация лапты, которая когда была создана? То есть вы постепенно играли, и как вы пришли к тому, что нужно создать федерацию? Ну, это тоже, конечно, вообще отдельная история по федерации. Мы никогда и не думали, не планировали, что будем создавать федерацию, или что-то будем официально делать. Это тоже произошло случайно. Пришли к нам ребята играть очередной раз лапту, и после игры им понравилось, и предложили говорить, что почему вы, Александр Абатович, играете вот на таком уровне. Создайте федерацию, и к вам больше внимания будет, там, тот же Минспорт, администрация города, возможно, обратиться к вам, что эта игра-то такая народная и очень, скажем так, требует популяризации, потому что многие игры сейчас исчезают же, ведь те же самые традиционные игры бурятские, да, которые сейчас, допустим, Алексей Гиргенов продвигает. Я его тоже знаю, уважаю, и думаю, что вот я бурят, да, и продвигаю русскую лапту, независимо от этого, и у меня огромное удовольствие от этого получаю. Это не то, что хобби, а какое-то больше, чем хобби. Вот вы, как популяризатор лапты здесь, в Бурятии, знакомы ли вы вообще в других регионах, как к лапте относятся? Да. И в соседних, Иркутск, Забайкальский край, и в целом по России. Да, тут тоже мы, конечно, знакомы со многими, с Ярославской областью дружим, с Питером дружим, с другими городами дружим. И что порадовало, вот два года назад к нам обратились с Красноярска, чтобы мы отправили им пару судей, чтобы они судили там турнир по лапте среди студентов. Турнир шел целый месяц в Красноярске, и нас удивило, что почему именно мы, почему именно из Бурятии на этот вопрос нам просто ответили, сказали, что вы чаще всех проводите турниры по всей России, и решили к вам обратиться. Сможете, не сможете. В итоге мы отправили двоих ребят, студентов, мальчик с девочкой. Мальчика отпустила мама, девочку отпустили родители. И девочка одна уехала и отправляла нам постоянно через интернет фотографии, видео, как она там продвигает лапту Бурятии, можно сказать, в Красноярске. И она обратно приехала с огромным удовольствием. Они оплатили и перелет, и проживание, и питание. Еще она получила море удовольствий целый месяц. Есть идея провести здесь, в Бурятии, чемпионат хотя бы зональный по лапте? Конечно же есть. Вообще мечта по лапте такая, что кто не играл, тот не понимает, насколько она может быть эмоциональной. А кто хотя бы раз поиграл и от начала до конца вникся в игру, те прямо не то, что вспоминают детство, а говорят, что какая классная все-таки игра. Вот мы в прошлом году начали проводить турнир по лапте республиканского масштаба. Приехали с Иркутска, приехали с Рангоя, с Хоринска приезжали ребята. И мы собрали где-то около 250 людей. Но играли целый месяц. Игра была по олимпийской системе, и многие, кто вылетели, кто с районов приехали, они расстроились, конечно, хотели еще поиграть. Но такие были условия, так было положение написано. В этом году мы решили республиканский турнир по лапте еще раз провести, но с дополнениями. То есть, если команда, скажем так, вылетела из турнирной сетки, она может реабилитироваться и заново войти в турнир. Для чего это сделали? Для того, чтобы каждая команда могла наиграться. То есть, хочешь играть 5 раз, можешь 5 раз играть, хочешь 10 раз, можешь 10 раз играть. Смысл в чем? Смысл в том, чтобы за 2 месяца, вот у нас турнир будет идти до 16 сентября, все игроки должны набрать наибольшее количество победных очков. То есть, играете вы 5 дней, решили поиграть 5 дней, за 5 дней выиграли 10 команд. Все, мы записываем, команда Арангой выиграла 10 победных очков. И в таблице, допустим, 30 команд, из 30 команд лучшие топ-10 команд пойдут в финал. И за первое место, где мы разыграем, 8 горных велосипедов. И та команда и выиграет. Мы плавно уже подошли к главной теме нашей беседы. Это чемпионат Республики по Лапте, который стартовал вчера буквально. Вы уже сказали о том, что пройдет, он будет идти 2 месяца. Условия участия в этом чемпионате. Какая должна быть команда? Возраст, куда ехать? И все те вещи, которые надо знать, чтобы принять участие в этом чемпионате. Так, ну, мы когда начинали планирование этого турнира, мы обратились к разным людям, чтобы вдруг кто поможет. Многие отказали. Нам помогли Александр Царинжапов, Елена Царинжапова. Ну, они простые граждане, помогают своим временем, своими связями какими-то небольшими. Потом поддержал нас Денис Гармаев, он депутат. Вот, все обзванивал, где бы нам проводить мероприятия. Но почему? Потому что мы, когда сами обращались, везде просят деньги. А турнир идет 2 месяца, и если на 2 месяца растянуть, выходит сумма почти 150 тысяч рублей. Ну, мы как бы все на свои деньги организовываем. И те же моменты, они очень в копейку вылетают. И долго не могли определиться с площадкой. И пока что временно мы играем на стадионе в ИСКТУ, что находится на Ключеской напротив рынка Туя. И мы в ВКонтакте пишем, что смотрите за новостями, следите там за стеной, вдруг изменится локация. Если что, звоните на сотовый, там 39 09 33, чтобы узнать точно, где будет мероприятие проходить. Время начала 19.00. Играем мы по будням после работы 19 часов вечера. Это каждый понедельник, вторник, среда, четверг. В пятницу, в субботу, воскресенье не стали планировать игру, потому что все хотят на Байкале время привезти, на Щучьем озере какими-то своими делами заняться с семьей, куда-то съездить. А в будни, после рабочего дня, я думаю, будет время. То есть сейчас войти в чемпионат можно практически в любое время? Да, можно хоть сегодня, можно подать заявку, хоть завтра, хоть послезавтра. Состав команды какой должен быть? Ну, 8 человек в команде, и в команде обязательно должны быть 2 девушки, минимум. Можно больше, можно вообще чисто женскую команду сделать. Для чего женскую команду, да, сделать или 2 девушки? Потому что с девчонками играть прикольнее, с ними даже интереснее. Визга больше. Да, там не то, что визга больше, там ребята, они постоянно выручают девчонок. А девчонки постоянно либо косячат, либо забывают, либо что-то не так делают, и это происходит либо смешно, забавно, но игра становится намного такая интересная. Когда играют чисто парни, ну, они игра, игру дел жесткой. Они выжигают сильно, они бегут там, ну, она такая... Больше силовая, наверное. Больше силовая становится, да. А когда девчонки, как раз все равно так, есть какие-то смягчающие обстоятельства, которые игру делают веселой. Взносы, бита своя нужна или вы предоставляете. И главное, ну, вот собралась команда, 8 человек, в лапту играли последний раз там в 5, в 6, в 7 лет. Правил не помнят, куда бежать не помнят. Как им в этой ситуации быть? Да, мы здесь придерживаемся, скажем так, тех традиций, которые уже 6 лет играем. Мы всегда, когда начинаем играть, мы делаем общее построение, потом инструктаж, правила игры рассказываем, потом делаем тестовую игру, чтобы закрепить правила мышцах. После тестовой игры мы еще раз спрашиваем у ребят, все ли понятно, все ли вспомнили. На какие-то вопросы мы отвечаем прямо на месте в ходе тестовой игры. И потом уже разбиваемся по командам. Ну, если мы когда обычно играем, в обычное время. И начинаем играть, проблем не возникает. Что касаемо бит, да, вот есть, конечно же, нюансы по битам. Мы просим ребят не приносить длиннейший, там, метр тридцать, метр полтора, ну, длиннейший битый. Потому что они могут из рук вылететь, либо ударить подающего. А по ширине, по толщине, по весу, какие хотите, такие можете приносить. Биты, говоря, бейсбольные, которые сейчас продаются в спортивных магазинах, они подходят для игры в лапту? Или нужно что-то свое вытащить? Ну, лучше, конечно же, биту для лапты специальную, которая по ширине совпадала. Но некоторые играют и бейсбольной битой, потому что у нее кончик тяжелый, и мячик она далеко отправляет. Но попасть труднее, конечно, бейсбольной битой. Что касаемо оргзносов, да, многие спрашивают, зачем вы сделали оргзносы, и почему? Давайте играть бесплатно. Мы на этот вопрос, конечно, отвечаем, да легко, давайте и бесплатно поиграем. Но имейте в виду, приз это не будет, будем просто играть на очки. А люди спрашивают, а какой приз будет? Ну, велики будут, а какие? Ну, горные, а сколько? Восемь. А, нет, давайте тогда с оргзносом играть. Сколько оргзносов сейчас? Сейчас оргзнос 300 рублей. Это сейчас из человека? Да. Еще раз, у нас заканчивается уже время программы. Для тех, кто только включился, или для тех, кто долго это все смотрел и не смог собрать информацию в кучу, где играют, когда играют, что с собой нужно иметь, в какой инвентаре, форма одежды какая, и, в принципе, все, наверное. Ну, республиканский турнир проходит каждый понедельник, вторник, среду и четверг. 19.00 на стадионе ВСКТУ. С собой нужно иметь спортивную форму, кроссовки, шорты или трико. Возраст 18+. И обязательно нужно следить за новостями группы, потому что локация, место проведения турнира может поменяться из-за того, что стадион, скажем так, будет занят в какой-то день. Но в ближайшее время мы будем играть там, на стадионе ВСКТУ. До этого мы говорили о том, что вы еще играете в течение года для себя, скажем так, да, какие-то товарищеские встречи. Сейчас, во время дни проведения чемпионата, таких встреч не проходит. У нас такие встречи проходят с апреля по конец мая. Мы играем на каждые выходные на Верхней Березовке. Там могут приезжать любые ребята, и студенты, и взрослые, и с друзьями, и семьями приезжают. В этом году мы привели более 10 турниров. Была и военная, и студенческая, и медицинская, и стоматологическая. И еще какая-то... То есть это стоматология против стоматологии играет? Да, 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 стоматология против стоматологии играли. Потом районные и центральные больницы играли против друг друга. То есть когда к нам приходят люди играть, не видно же, кто где работает. И они, поиграв с нами, идут на работу, на работе рассказывают. И это в виде сарафанова радио обретает какой-то такой комок, где все хотят поиграть и играют уже, скажем так, внутри своей организации, что ли. Спасибо большое за беседу. Я напоминаю, что в гостях у нас был Александр Балданов. Мы говорили о Лапте, о чемпионате Республики Бурятия по Лапте, который стартовал вчера и будет идти до середины сентября. Играйте в Лапту, занимайтесь спортом. Это была программа «Актуальная тема». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова